В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Все грани творчества. В художественной галерее открылась персональная выставка Ирины Никитиной. Скажи «Да» охране труда. В ядерном центре подвели итоги фестиваля детского творчества. Нижегородская школа безопасности в Сарове прошел муниципальный этап областных соревнований «Зарница-2019». Далее расскажем обо всем подробно. Овсяные хлопья вместо сотового телефона. Саровчанин присмотрел себе недорогой телефон на Авито. Договорившись с продавцом о цене, он оплатил покупку, но вместо долгожданного мобильника в посылке лежала упаковка овсянки. Гораздо больший материальный ущерб причинил автовладельцам сход льда и снега с крыши домов. За прошедшую неделю было повреждено сразу три автомашины в разных районах города. Чем еще запомнилась эта неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Молодой человек с ножевой раной оказался в приемном покое КБ номер 50. Оказалось, что ранение ему нанесла собственная мать во время семейной ссоры. Мать пыталась разнять драку брата своего и сына, нанесла телесные повреждения в виде ножевого ранения своему сыну в область чуть ниже шеи. Саровчанка потеряла свою бесконтактную банковскую карту, однако при этом счет не заблокировала. Спустя 10 дней женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее карты неизвестный похитил 14 тысяч рублей. На данный момент лицо установлено, является гражданин Б, ранее несудимый, возраст около 25 лет, который нашел ее банковскую карту, бесконтактная карта и совершал покупки продуктов питания, спиртного. Саровчанин пострадал в ДТП на перекрестке Курчатова-Московская. Водитель Ниссан Тиана не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Ладой Грантой, которая ехала впереди, остановилась пропустить пешехода. В результате пострадал водитель отечественного автомобиля. Изначально они оформили ДТП по Европротоколу, обратились в страховую компанию, но потом у него заболела голова вечером, и он решил обратиться в приемный покой. Медики диагностировали у пострадавшего стрясение мозга. Также стражи дорог проводили акцию «Юный пассажир», в ходе которой привлекли к ответственности шестерых водителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В лицей номер 15 в преддверии весенних каникул прошло образовательное событие. Оно состояло из нескольких частей. Ученики среднего звена решали задания метапредметной олимпиады, а старшеклассники писали диагностические работы по подготовке к государственной итоговой аттестации. Также лицеисты приняли участие в традиционной школьной конференции. Подробности в следующем репортаже. Конференция проходила по нескольким секциям, в которых ученики представляли свои доклады по истории, математике, биологии и другим школьным предметам. Работало также отделение стендовых докладов, где лицеисты показывали различные проекты, выполненные под руководством педагогов. Здесь представлены проекты различной отрасли, то есть это выращивание растений или животных, секция, которая связана с космосом, копилка электронная, 3D-печать тоже есть. Ну, в общем, различные отрасли, которые каким-то образом связаны с электроникой или с чем-то таким. Проекты ребята готовили в течение всего года. На конференцию представили работы, которые были интересны широкому кругу слушателей. Георгий Кушнир выступал на секции истории со своим докладом о первой морской победе русской армии в Семилетней войне. Также он показал собственноручно собранную модель бота, который использовался в сражении 18 века. Это был долгий и кропотливый труд. Вечерами или днями в каникулы я посвящал этому целые дни, иногда даже ночи, потому что это очень небыстрое занятие. Для многих участников школьная конференция – это тренировка, которая поможет подготовиться к более серьезным испытаниям. Проект сегодня оценивали школьники и жюри, которые мне в дальнейшем помогут усовершенствовать свой проект, принести в него что-то новое, в чем-то даже помочь, для того, чтобы отправиться на конференцию в высокую уровню. Итоги конференции подведут в ближайшее время. В каждой секции жюри выберет лучшие работы. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 29 марта состоится прямая телефонная линия по вопросам соблюдения учетно-регистрационной дисциплины и законности. На вопросы о порядке приема регистрации и сообщений об административных правонарушениях и преступлениях ответит начальник штаба муниципального управления МВД Пасарова полковник внутренней службы Сергей Трусов. Вопросы можно задавать 29 марта с 16 до 18 часов по телефону 605-13. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующей недели вступят в силу изменения в правила оформления полиса ФАСАГО. Водители получат право самостоятельно выбирать страховой компанию для покупки полиса через сервис ЕГАРАН для электронных документов и Единый агент для бумажных. Ранее такой возможности у авторюбителей не было, страховщики выбирались автоматически. Рособорнадзор опубликовал видеоконсультации к ЕГЭ по физике. В рамках получасового ролика авторы контрольно-измерительных материалов и представители экспертного сообщества приводят решения типовых заданий, а также дают практические рекомендации по сдаче экзамена. Видеоконсультации к ЕГЭ по физике можно посмотреть на официальном YouTube-канале Рособорнадзора. 26 марта Саровский медицинский колледж проведет день открытых дверей. Школьникам расскажут о том, что необходимо делать для поступления, какие знания можно получить в стенах колледжа. Также все желающие смогут познакомиться с кабинетами доклинической практики. День открытых дверей начнется 26 марта в 14 часов. На этой неделе в Ледовом дворце по будням будет проходить два сеанса массовых катаний. Как сообщили в Департаменте по делам молодежи и спорта, они будут начинаться в 15 и 20 часов. В выходные дни 30 и 31 марта лед для саровчан будет работать с 8 вечера. На протяжении нескольких лет волонтерский клуб «Инсайт» принимает участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ребята с помощью баннеров и раздаточных материалов призывают горожан быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о любых источниках сбыта наркотических средств и психоактивных веществ. В этом году активисты «Инсайта» попробовали новую форму подачи материала и сняли социальный видеоролик на тему «Сообщи, где торгуют смертью». Сейчас мы решили снять, так сказать, репортаж, который глазами волонтера расскажет о том, что это за акция, что существует в нашем городе, например, 7 точек, где располагаются бесплатные анонимные ящики. Любой человек может туда, если он обладает какой-то информацией, которая связана с оборотом, например, наркотиков. Ролик волонтерского клуба «Инсайд» выйдет уже 28 апреля. Посмотреть его можно будет на официальном сайте молодежного центра или в группе ВКонтакте «Волонтерский клуб «Инсайд». К другим новостям. Все грани творчества. В художественной галерее открылась выставка картин и предметов декоративно-прикладного творчества Ирины Никитиной. В экспозиции представлены натюрморты, сюжетная графика, роспись по дереву и авторские украшения. На вернисаже посетители смогли задать интересующие вопросы автору выставки и заглянуть на творческую кухню худорника. Испанский натюрморт в синих тонах на выставке занимает особое место. Это одна из самых любимых работ художницы Ирины Никитиной. Картина выполнена в технике темперной живописи. Она сделана в 2001 году. Живет она в Нижнем Новгороде. Она участвовала в моей персональной выставке еще из Дома ученых. И это работа, которую я очень люблю. И я выпросила ее у владельца на эту выставку. В экспозиции представлены более 90 произведений, сюжетная графика, роспись по дереву, шкатулки в технике и докупаж, авторские украшения. Впервые на выставке художница показывает свои новые работы в технике жидкого акрила. Акрилами я занимаюсь год. Тема для меня интересная. Стараюсь адаптировать технику жидкого акрила с доработкой темперой, проводить какую-то сюжетную линию. И, в общем, стараюсь что-то новенькое найти интересное. С картинами Ирины Никитиной жители нашего города знакомы хорошо. Она не раз выставляла свои работы в рамках проекта «Художники Сарова». Свою персональную экспозицию женщина не делала более 18 лет. Интересная работа, красиво. Как-то, так вам сказать, получаешь наслаждение эстетическое. Я удивилась еще и тому, что весна наступила, а у меня уже столько картин. Весна, 19-й год. Потрясающе. Посетить выставку «Все грани» Ирины Никитиной можно будет до конца апреля в художественной галерее. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В 15-й раз в Ядерном центре прошел традиционный фестиваль детского творчества. В этот раз темой конкурсных работ стала безопасность труда. Участники представили на суд-жюри более 100 работ в различных техниках и жанрах под девизом «Скажем, да, охране труда». В конкурсе принимали участие дети от 4 до 12 лет, а также семейные и коллективные команды. Темами конкурсных работ стали охрана жизни и здоровья на производстве, в быту, а также фантазии ребят о супергероях безопасности. Холл второго этажа Центра культуры и досуга в НИЭФ превратился в выставку детских работ на недетскую тему. Скажем, да, охране труда. Но, как считают организаторы ежегодного конкурса, обучать о самбезопасности нужно уже с юных лет. Тем более, что традиционный фестиваль направлен на совместную работу детей и родителей. Этот конкурс помогает повысить уровень вовлеченности наших работников в процесс обеспечения безопасности. На уровне семейных ценностей детям начинает прививать правильное отношение к безопасности и охране труда. Конкурс проводился в трех номинациях среди детей от 4 до 12 лет. Ребятам предлагалось создать плакат на тему «Я за охрану труда» или сделать рисунок о мерах безопасности в быту, дома, на природе, в школе. Эта тематика, наверное, самая простая для деток, потому что легко объяснить, что в быту тоже есть охрана труда и безопасность, и ее обязательно нужно придерживаться. Третья номинация «Супергерои безопасности» отсылала ребят к их любимым мультикам. На детских рисунках фиксики, смешарики и другие сказочные герои объясняли, как правильно защитить свою жизнь и здоровье в различных ситуациях. На конкурсе были представлены не только индивидуальные, но и коллективные работы. Совместное семейное творчество также приветствовалось организаторами. Данное мероприятие направлено на создание семьи, на поддержание семьи, на то, чтобы люди вместе делали работу по вечерам. Это же здорово и интересно. Злате Денисовой всего пять лет. Фестиваль детского творчества – один из первых в ее жизни. Диплом участника и памятные подарки стали для нее отличным стимулом для участия в других творческих конкурсах. Ее рисунок с лозунгом «Работы в каске» также представлен на выставке. Девочка решила рассказать о защите жизни и здоровья во время строительных работ. Я рисовала строителя, который работает в сказке. Мне никто не помогал. Я работала сама. Среди более чем ста конкурсных работ организаторы выбрали победителей и призеров в каждой номинации. Но никто не остался без внимания. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Творческие номера танцевальных коллективов нашего города стали приятным дополнением к торжественной церемонии награждения. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. В Сарове прошел муниципальный этап областных соревнований Нижегородская школа безопасности «Зарницы-2019». В нем приняли участие школьные и студенческие команды. Цель – воспитание подрастающего поколения, патриотизма, развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, а также пропаганда и популяризация здорового образа жизни. О том, как проходила «Зарница-2019» в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Под началом Марии Головиной – 9 человек. Отделение «Оптимисты» в школе номер 5 собрали специально для участия в игре «Зарница». Назначение на должность командира отделения девушка получила неожиданно для себя. Все смирились. Ну, в начале года, когда нам только рассказали о том, что нам придется участвовать, ну, не то чтобы придется, что наша школа заявила желание участвовать в данном мероприятии, мы собрали команду и немножко все не ожидали, почему девочка и команда отделения пунктуальности, ответственности в большей мере поспособствовала, потому что я командира отделения. Одним из важных элементов «Зарницы-2019» стала визитка команд. Каждая школа была вольна выбирать форму и наполнение выступления. Единственное, что влияло на итоговый результат – это слаженность действий отделений, умение слушать команды командира. Так как мы участвуем первый раз, мы хотим заявить о себе, мы хотим показать то, что мы не хуже всех, а со всеми на плаву. И можем посоревноваться с любой школой. В этом году военизированная игра «Зарница» в Сарове собрала рекордное количество команд. 16 учебных заведений среднего и высшего образования сошлись в борьбе за возможность представить Саров на областном уровне. Как признались участники состязания, это отличная возможность попробовать свои силы и почувствовать себя на месте настоящего военного. Вот это соревнование, они сплачивают ребят, они чувствуют плечо другого, они каждый заинтересован в том, чтобы их команда стала победителем, призером. У команды школы номер 5 получилось даже лучше, чем они рассчитывали. Они победили в средневозрастной группе. Теперь им предстоит отстаивать честь города на дивизионных соревнованиях, которые пройдут в Дальнем Константинове в апреле этого года. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Хоккейный клуб «Саров Инвест» в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги провел первый матч в серии игр за третье место. В минувшие выходные саровчане на выезде встретились с Ураном из Держинска. В упорной борьбе с действующим чемпионом области высшей лиги «Саров Инвест» уступил со счетом 1-3. Счет в серии после первой игры 1-0 в пользу Держинского Урана. Бронзовый призер чемпионата должен одержать две победы. Вторую игру подопечные Сергея Макеичева проведут на домашнем льду. Матч состоится 30 марта в Ледовом дворце. Начало в 13 часов. Приходите поддержать наших спортсменов. Мероприятие рассчитано на лиц старше 12 лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.